Как все стримыроки не на канале Джона, а на стримовском канале. Давай рассказывай. Да дело в чем, играя на гитаре, собственно говоря, записываю, допустим, какое-то видео со стороны, точнее не со стороны, мне кажется, что более-менее относительно нормально, но на видео это максимально ужасно, но ставлю высокие ноты, и дальше чем ре первой октавы вообще не могу, вот до первой октавы еще более-менее и то напряжен. Да ладно? Да, я не верю, мне кажется, да, вообще легко залетишь сегодня, по крайней мере, без раздумий. Хорошо, ладно, давай, смотри, ты что-нибудь не споешь, сыграешь или споешь просто, вдруг там гитара под руку. Давай, фигачу. О, прекрасная банка для тишеников, облака, как любимая, смешанец к земле, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. 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 равномерно. Научиться правильно немножко дышать, осознавая вообще, что мы делаем. И этот вдох будет не только касательно вдоха, а еще и касательно самих связок, потому что связки в этот момент должны быть сомкнуты тоже. Хорошо. Как мы этого вообще достигаем? Сперва мы научимся делать классные толчки легкими, чтобы мы вообще поняли, как они управляют нашим воздухом и как они управляют нашей нотой. Что вообще делает наше дыхание? Сперва попробуй, смотри, такой момент. Вытяни руку вперед вот так вот, ладонью на себя. Наша задача будет сейчас с более-менее сомкнутыми губами. У нас губы создают препятствия для выхода воздуха небольшое, то есть у нас небольшая щель остается для выхода воздуха. Наша задача сделать так, чтобы поток воздуха дошел до руки, причем нормально так. Вот таким образом. Сейчас показываю на себе. То есть. Понял, да? Четыре раза выдохни. Не доходит. Не доходит, да? Ну вот сейчас, когда плотнее делаю, тогда доходит. Так вот, делай плотнее. Здесь нам нужен один вдох, четыре выдоха. Один вдох, четыре выдоха. Четвертый уже прям, даже третий уже тяжело. Уже тяжело пошло. Смотри, а теперь что мы делаем? Следующая часть этого упражнения вообще простая. То есть мы просто элементарно добавляем немножко звука в это все. То есть мы точно так же вытягиваем руку вперед, вот так вот. Ага. И начинаем делать так. Уф, 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 уф. Толкая как бы связками немножко. Помогаем. Уф, уф. Вообще не доходит. Вообще не доходит, да? Уф, уф. Вообще не доходит. Вообще просто вот касательно. Ну, попробуй пространство ртом уменьшить. Возможно, возрастет давление этого потока воздуха. Вф, вф, вф. Видишь, что ты делаешь, да? У тебя легкие практически не работают на тебя. У тебя сейчас происходит вф, вф, вф. Ты весь воздух собираешь в рот и все. Оно у тебя вываливается вниз. И нет у тебя препятствий как такового сейчас. Оно не создается легкими. Для легких, точнее. То есть для мышц, которые работают на зажим легких. Еще раз попробуй. Прям сильно, под тонусом. Вф, 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 вф. Ну, сейчас все равно я доеду. Хорошо. Смотри, чтобы нам понять, как это работает правильно, попробуй сказать букву «С». Очень громко и прям долго так. Ощущаешь, да, как у тебя начинают сжиматься прям вот все, все мышцы, которые, да. То есть пояс нижний у нас, дыхательный, начинает сжиматься. Это хорошо, потому что как раз на этом ощущении происходит толчок, только он резкий. Понимаешь, да? То есть... Вф, 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 вф. И воздух спокойно доходит до руки. Давай еще раз. Вф, вф, вф. Нет. Ты видишь, ты очень маленькое расстояние делаешь между губами. Точнее, очень большое. То есть постарайся их прям замкнуть плотно. Вф, вф, вф. О, сейчас доходит. Вот, сейчас лучше. А сейчас прям чувствую. Вот, вот. Хорошо. И в этот же момент ты должен сжимать легкие очень плотно, резко и ровно. Причем все эти четыре толчка должны быть одинаковыми. Они не должны быть разными по громкости, по динамике, по давлению. То есть по всем параметрам они должны оставаться более-менее одинаковыми. То есть... Вф, 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 вф. Понял. Я каждый вдох делаю на каждой, получается, машинально. А это не надо. Контролируй. Вф, 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 вф. Вообще, уже третий уже, вообще. Давай, давай. Весь воздух. Пробуй, пробуй еще, пробуй еще. Хорошо, смотри. Не будем тебя в этом плане мучить. С этим именно этапом упражнения. Дальше у нас ускоряется он в два раза. В идеале. То есть мы делаем так. Вф, 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 вф. Точно так же, пытаясь дойти до руки воздухом. Вф, 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 вф. Как ощущения? Вф, 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 вф. Доходят? Ну да, потому что легкие находятся в более сильном тонусе. Угу. То есть они находятся, но не сильно. Вф, 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 вф. Хорошо. Ладно. Это упражнение тебе, в принципе, надо. Тренировать их, работать с ними, прям плотненько сидеть. И стараться раскачивать свою, так сказать, дыхалку. Потому что без нее, увы и ах. Не уедем далеко. Это понятно. Теперь все то же самое делаем, но мы стараемся связать все эти ноты небольшими перемычками в виде звуков. То есть смотри, что я делаю. Ву, 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 ву. То есть я делаю плотный звук, который сопровождается вот этими пульсациями из-за дыхания вот этого. Не дыхания, а вот этими толчков легких. Ву, блин, не могу понять. А, да, да, да. Все верно начал. Ву, 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 ву. Вообще не доходит воздуха. Вообще не доходит, да? Исчез. Надо. Надо стараться. Ву, 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 ву. Блин. Ву, ву. Блин, будто, не знаю, будто все. Давай, нормально, нормально, давай. Ву, 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 ву. Ву, ву, ву. Стоп. Все, хватит. Еще раз. Быстрым образом просто соединяешь все вот эти звуки, которые идут на толчках в длинный звук. То есть. Ву, 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 ву. Ву, 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 ву. Все, хватит, хватит. Ага. Понял, что ты уже находишься в таком состоянии, когда сейчас голова закружится. Понятно. Есть такое. Смотри. Сейчас что делаем? Сейчас все делаем то же самое. Но убираем вот эту пульсацию. Стараемся оставлять просто плотный, мощный вот этот потоп. Ву, ву, ву. Пробойшь? Ву, 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 ву. Нет, нету. Работай легкими. Ву, ву. Хорошо, все, не перегружай связки, главное. Работаем только легкими. Связка здесь вообще максимально расслабленность. Ну. Живот напрягается сильно. Да, да, да. хорошо остановись теперь задача просто открыть рот и сказать букву а точно так же буквально просто единство что ты меняешь это открываешь вот все точно так же нет не так а снова обратно вернемся назад сделаем то что было длинное упражнение длинный упражнений хорошо и прямо нормально нормально работаем еще один раз делаешь и пойдем дальше хорошо все все это мощный звук он громкий он четкий ясный получается да он такой достаточно открытый хорошо с этим все понятно чем мы делаем дальше мы научились допустим работать легкими допустим синхронно со связками еще не известно это все попробуем точно так же снова протестанная гитаре по этим ноткам и посмотреть как у нас поменялся звук насколько сильно это вообще сказалось на нашем звуке точно по тем же по тем же но там на 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 ну конечно же работая совокупности уже с тем что мы с тобой сделаем давай стоит давай медленнее медленнее но сосредотачиваясь на каждой нотке продавливая каждую гласную так сказать делая четко и плотный и звучный стоп давай заново ты в первый уже не попал просто тяжело теперь акцентировать внимание на живу да ну так есть много процессов которые требуют его внимания то есть твоя задача довести это все до автоматизма чтобы это не было для тебя чем-то таким сверхъестественным звуки должны распределяться плотно вот таким образом но да 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 все понятно но 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 вот сейчас уже молодец сейчас уже хорошо дошел последняя соль была корявой но это уже по другой причине и мы как раз таки сейчас будем разбираться по какой то есть все предыдущие упражнения запомни просто они тебе на тренировку дыхалки и на тренировку плотности в принципе звука дальше мы постараемся с тобой уйти наверх то есть вот это вот то что сейчас медленно попробуй пройти по каждой нотке прям реально медленно снова точно так же да иди до соль и на ней остановись ощущаю что у тебя первая нота вот да да и соль они абсолютно разные не только с точки зрения того что это разные ноты как бы они абсолютно разные у тебя по звуку получились умение насыщенной да и это нормально в том плане что нам менее насыщенного не только менее насыщена на у тебя по громкости отличаются как ты можешь понять на у тебя почему-то стало тише еще раз пройдись но 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 твоя новая твоя нота запала вот так первое плотная мощная и соль такая никакущая хочет убежать от тебя а если тебе �rap roodse вроде бы как бы стараешь себе тогда сделать его плотный крутой мощный но сталкиваешься точно той же самой проблемой она у тебя почему то заваливается в такой звук такой тип и будто ты не хочешь знаешь ли это кого-то напугать и это не потому что ты не хочешь кого-то напугать потому что формирование ноты у нас уже не должно поменяться от первой ноты до которые мы привыкли к звуку которое мы привыкли плотный жирный мощный насыщенный жесткий звук почти академический крутой мощь и нам надо уйти в соль то есть мы не можем сделать очень таким же плотным следовательно что-то меняю объясняю на я могу сделать а звук плотным все-таки и громким но путем сужения голосового аппарата следовательно с повышением ноты у нас сужается голосовой аппарат в любом случае причем почти весь кроме конечно самих струя воздуха потоньше именно струя воздуха идет потоньше еще нужно понять почему и каким образом это вообще получается таким вот так вот почему она меньше становится потому что когда мы делаем размер и точнее объем голосового аппарата меньше то есть пространство для выхода воздуха становится тоже меньше следовательно и легкие у нас получают большее давление потому что ну сам понимаешь поток воздуха уменьшается вот из-за этого у нас еще и сам голос само звукообразование тоже меняет свою физику так сказать у нас место открытого большого звука открытого большой резонации у нас становится что-то такое маленькая узенько и простое в управлении что самое главное вот как раз таки поэтому наша нота у нас падает немножко западает по громкости потому что твоим легким буквально не хватает под связочного давления для того чтобы сделать эту ноту такой же которая тебя была на низком так сказать старте смотри здесь берешь эту же ноту делаю слегка противне будто специально по и по и в нос специально делай мягкое небо будто ты поешь регги какой-нибудь вот так вот специально утрирую тебе и чтобы ты понял в какую сторону тебе двигаться гнусава немножко так противненько интересная гнусавость у тебя прям самый настоящий сейчас гнусавость пошла а нам нужно не гнусавость нам нужен назальный резонатор объясняем как это все получить смотри внимательно то есть то что еще сделал это было прям натуральная реально гнусавость звук не идет изо рта вот в чем отличается твоя гнусавость то что ты понял корень языка одна столько сильно что звук перестал идти в рот и стал идти только из носа а это нам не нужно нам все-таки нужно оставить какую-то резонацию изо рта и износа одновременно то есть у нас должна быть примерно 50 на 50 то есть мы берем из этого из дело превращаем в такой немножко более-менее такой противненький звук но звонки уже понял на какой вообще звук там а она на 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 вот у нас есть на работа уже получше уже хорошо уже чувствуешь чуть-чуть корень языка вывели вперед немножко но и ты наоборот завалилась назад на сюда выйди хочется прям сделать свой голос мягкими не противным в то время когда нам нужно наоборот сделать максимально противный мерзкий звук вот где у нас плотность вот где у нас звук где вот где у нас гармоника все где они скрылись смотри с повышением ноты это все будет увеличиваться то есть пространство будет сужаться то есть давай после соль поедем дальше вот ля си до пройдись по ним а теперь вот это последнюю до до последний докс который ты сейчас стоишь который ты стреляешь до сделал ее краски вот в эту сторону в сторону этого звука который мы с тобой делали это заваливаешь звук назад заваливаешь звук мягким нёбом назад каким-то образом у тебя это удается с корнем языка ты его как бы двигаешь назад она может сделать вот такой максимально тонкий звук вот такой противный почему-то чем выше ноты чем сложнее в нос спеть да я понимаю тебе хочется по привычке завалить назад тебе хочется в нотой уйти вот сюда а сюда на фигово уходит понимаешь ее лучше водить вот сюда и сюда как краски это не сложно ребята все трястись трястись начинает болтаться используем мультяшный звук любой вообще то есть максимально мультяшный открывай рот только в этот момент не в том плане что открывай его широко а язык убирай так чтобы нос все-таки чтобы у тебя рот звучал то есть вниз немножко прижимай нет ты немножко не выкопил ну и задачу твоя задача сделать звук противным и не уводить его прямо на сто процентов в нос на сто процентов не надо 1000 выводишь практически на сто процентов вот сюда вот этот звук вот уже получено ты стал пережимать связка немножко чувствую чуть-чуть хрящи не замкнулись видишь что ты даже делаешь ты не замечал возможно собой на когда сейчас эту ноту производишь у тебя даже уголки рта здесь начинают подниматься поднимая у тебя нос немножко да ты все так отпусти всеми все мимические мышцы отпусти расслабь лицо все расслабь нам нужно абсолютно не это нет и тысяча сделал большой круглый звук а нужно выйти в противный а вот сюда давай толкай его здравствуй вы тут синьор ты мне залагал алё 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 слышно нет да 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 а у тебя там звонок случился тебя не видно только а не видно сейчас сейчас справа так 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 еще раз представь что ты трансформируешься в глупника да вот представь просто физически такой твой голос твой голос смотри раньше был таким нормально типа ты говоришь как обычно да вот таким простым голосом а теперь тебе твоя задача сесть на картоне и сказать так сделать противно максимально сильнее вот это вот выдавливая себя вот этот звук у меня сразу он заваливается назад так вы выведи его вперед ты же понимаешь как он заваливается а еще сильнее я я я вот я ну да что ты через звук через звук я даже лучше его поднимешь я я я я а теперь смотри а теперь возьми то же самое только на слоге ней 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 вооо то что нам нужно оно и пошло а теперь еще сильнее выведи его вперед через и краткий звук в конце который ней 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 хорошо подними ноту на ре на ре на ре да ней 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 еще раз ней 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 видишь немножко не достаешь до нее а почему как ты думаешь почему потому что потому что ты не до конца сузил голосовой аппарат ты можешь еще сильнее то есть ты можешь ней 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 легко ней ней ты можешь и выше гораздо выше я ней 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 да ты берешь ее ней 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 да это специально мы сейчас берем его настолько противно что ты понял как оно работает буквально чтоб ты понял как сужается голосовой аппарат ты можешь еще и выше взять возьми ми ней видишь берешь я напрягаюсь сильно да ты сильно напрягаешься потому что ты не работаешь опять же сужением голосового аппарата чем уже ты его делаешь тем спокойнее ты берешь эти ноты вообще не задумываясь после как его уши посмотри я могу делать так вот я тебе уже объяснил то есть ты корень языка как бы вываливаешь за собой вперед поднимается гортань у тебя вместе со всем этим попробуй поднять гортань ну 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 на высоких она автоматически поднимается ну да так поднимаю еще выше ну тогда в нос заваливай опять ну нет это от этого не зависит видишь в нос ты не можешь завалить с помощью гортани нет я понял в плане звука который издают ну да 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 он у тебя опять становится глухим то есть нам нужно именно почувствовать звонко и звук и резонацию вот эту вот носа нормально на ми брать да не расслабь связки не напрягай ну ну сейчас ты взял ноту в любом случае не еще раз не попробуй не кричать не быть сильно громким попробуй просто спокойно вот так вот смотри не 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 это фальцет это фальцет да а ты попробуй выведешь будто ты мультяшка в самом деле вот так вот сидишь не 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 во да вот сейчас попал но а теперь сделай это спокойнее то есть не 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 сузить надо голосового аппарата или нет А, вот, смотри, у тебя на сочленении верх нижней челюсти и шеи, да, вот этот момент, вот это вот пространство, оно все должно уйти будто бы вовнутрь. Ты можешь его попробовать пальцами немножко протолкнуть, вот так вот, чуть-чуть, вот именно вот этот угол сам, не кадык, не кадык, а выше вот угол, где у тебя тут находится, угол между шеей и нижней челюстью. Чуть-чуть, вот так вот надавил и сказал звук. Вот, понял, да, как оно работает? Понял, ну, блин, напряженность. А теперь попробуй это сделать без рук, и станет все легко. Только не напрягай связки так сильно, ты можешь уже, ты уже можешь. Ну-то высокое, поэтому не знаю. Ну, чувак, нота невысокая для тебя, нормальная нота. Ну, чисто. Имей в виду, что все, что ты берешь фальцетом, ты можешь точно так же взять и миксом. Вообще, почти каждую нотку, кроме последних, не знаю, каких-нибудь там космических. Все, что ты берешь, то, типа, туда уходишь, ты все это можешь взять миксом спокойно. То есть, без всякого труда. Наша задача, просто понять, как это туда заходить. Вот, еще раз попробуй. Рукой вот так вот, прям пальцем немножко назад, делай звук сначала. Ну, немножко не то начинаешь напрягать, будто бы. Лишнее, на связке нагрузку даешь, не надо так делать. Полегче. Ага, только ты будто ничего не сдавил. Тебе краски нужны вот этот вот момент, где у тебя шея пересекается с челюстью. Вот прям вот сюда, вот под этим углом вот так вот. Все, стоп. Даже не могу затянуть. Ну, все, да, уже давить-то не надо рукой так сильно. Просто понять, что именно сжимается в этот момент. Вот это надо. Ней! Ней! Хорошо. Ней! Ну, что-то близкое. Попробуй теперь вот в этом же слоге, в слоге ней, последнюю краткую букву растянуть. Именно и краткую. Не Э, не Н, а именно и краткий звук. И, да? Да, 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 да. Ней! Вот, и на нем поднимайся. Ней! Расслабься полностью. У тебя опять все напрягается, кроме того, что нужно. Ней! Полностью расслабься, только твой голосовой аппарат управляет, как бы, всей ситуацией. Только его объем. Ней! Еще. Ней! Ну, ты, как бы, берешь эту ноту сейчас спокойно. Повысь ноту еще на один тон. О, пойдет. Ней! Еще уже сделай голосовой аппарат. Ты опять начинаешь орать, не надо форсировать. Сделай громкость поменьше сделай. Вот как меньше, я сразу вот. Да, вот. Я даже не могу. Ней! 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 Уже! Уже! Ней! Потому что эта нота та самая уже, переходная на фальцет. И здесь, как раз-таки, мы должны научиться брать вот этот вот, в космический микс, так скажем. Ней! Ужас. Давай, 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 работаем, только не на громкость, а на качество. Ней! 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 Почти. Ней! Ней! Ну вот достал же, нормально. Ней! Ну как бы ты до нее достаешь, но пока что очень грубо. Грубо и немножко слишком сильно в гипертонусе связь, будто ты находишься, и это не есть хорошо. А? Могу понять, как свободно сделать то, чтобы расслабить. Нет, вот как высокая нота, сразу вот все нажимается. Да, 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 я это и понял. Смотри, попробуем, знаешь как? Сейчас попробуем еще один момент. Попробуй отойти, наоборот, сверху, самые высокие ноты, то есть. Эй! Вот так вот. Эй! Эй! Только возьми ее сразу сжатой, прям сжатой и спокойной. Эй! Еще раз, еще сильнее зажми. Звук должен быть, будто ты реально пародируешь героя мультфильма. Эй! Ты же так никого не пародируешь. А ты это умеешь. Эй! 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 Смотри, то есть. Эй! Алло! Алло! Как дела? Вот так вот говоришь. Алло! Нет, ты ушел. Алло, вот сюда. А, 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 немножко не там. Вперед прям выдвигает голос. Эй! 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 Еще. Эй! Уже делай. Уже делай. Здравствуй. Эй! 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 Не-не-не-не. Он все равно слишком широкий пока, что дается тебе. Он у тебя пока прям очень широкий. Вообще не могу сообразить, как его тонким сделать, если честно. Ну, как бы можешь, ты можешь сообразить, просто надо попрактиковаться побольше, чтобы почувствовать, как вообще меняется пространство голосовое. То есть мы до сюда-то доехали ведь все-таки? Доехали. Ну, я вот упражнения тоже смотрел, вот идентичные их делал, и всегда напряжение. Абсолютно. Попробуй глиссанда от ноты до. А до и... И докуда мы можем? Опустить, да? В смысле? Нет, поднять. А, поднять? Да. От до до файла, от до до соль. Куда ты начал орать? Видишь, ты начинаешь форсировать? ты начинаешь использовать силу использовать сжим связок использовать вот это вот брать громкостью так сказать но то это не да это не наш способ нам пока он не нужен направляя звук к сужению направляя звук вперед еще раз хотя бы первую ноту возьми сразу можешь ты сейчас выше нее находишься но тут они же вот она легкая для тебя видишь что ты делаешь это не надо еще раз повторяю тут как бы тут как вы понимаешь здесь нет этого как здесь нет никакой философского камня который сразу тебе даст золотой такой совет как уйти вот эти штуки в микстовые все на самом деле вот именно так как ты слышишь нужно просто взять нужно просто взять и спародировать взять и прям спародировать получать что сделать еще раз еще раз задача была сделать глиссанда примерно вот такое но по идее надо вообще до столь прыгнуть потому что и соль для тебя нормально вот таким образом вот и все нет видишь как я тихо это дело вообще спокойно нет смотри как раз такими с начиная спокойно много воздуха нам не требуется на это и большого сжатия связок тоже не требуется то есть расслабляемся полностью вообще расслабляемся все понимаем что орать здесь нельзя потому что связки если мы начнем пережимать мы связки запомнит это положение нам еще от платят в будущем за это мы должны быть полностью расслаблены а теперь его же тихо молодец хорошо еще раз вот это уже хороший звук все спокойный был и причем он получается когда глучит запретил если не запретил но срана ноги хорошо подальше не могу дальше надо сперва первую ноту возьми нормально тихо спокойно но не тихо прямо спокойно остановись тоже у и выкид гейм начал петь такой прыжок небольшой и у нас и первая нота должна быть уже в узком состоянии спокойно то есть вот я таким голосом могу говорить как раз таки потому что я сузил голосовой вот это вот все пространство голосового аппарата вот вот он вот ощущаю вот этот момент когда у тебя голосовая я понял да ну вот еще еще раз также поделать нет не уходи так ты ты чувствуешь заранее просто уйдешь правильный или нет потому что ну звуки максимально разные вот сейчас ты хорошо вроде как даже поднялся почти более-менее туда ты фальцетом в конце задел уже а до фальцета вот до него ты прям поднялся слышишь на букву и делает и и и и и и а теперь а теперь эту же букву и немножко расширяет делаю очень более такой въедливый такой узкой понял ну не в ту сторону и 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 на громкость опять налетаешь и и и и и начал уже не там немножко и и вот такая она должна быть будто попробуй на этом звуке уйти на максимально гнусавым попробуем не не уедешь не видишь это максимально к сожалению звук гнусавый на нас не работает должно быть вот взять такой же звук как я его сделал то есть и и вот хорошо еще раз и теперь растяни его и и теперь вот его интерпретировал ноту а теперь делай эту ноту еще уже и повышались да не туда полетел да вот я прям напрягаюсь выше она все у меня все сжимали но не привычно тебе просто на самом деле это с практикой на работу мне кажется вот это чего вот это вроде как свободно берется не напрягаясь смотря чего боялся в ближайшее занятие я предлагаю нам с тобой поработать над как раз таки вот этими звуками потому что ну само собой они в один день не даются практически никому сразу нормально вот то есть нот это уже нормальная на звукоизвлечения пока немножко страдает предлагаю тебе позаниматься дома с этим во первых в первую очередь чтобы ты понял как это работает немножко дома еще в домашней обстановке без меня так сказать вдруг вдруг да дойдет бывают такие варианты если уж там не дойдет то есть так и останется только смотри следи за своим голосовым аппаратом чтобы у тебя ничего не болело и не перегружалась в первую очередь это очень важно просто отвлеку на секунду я вот делаю дайте упражнение вот один буду делать мы до этого тоже делал собственно говоря я получается неправильно буду просто пережимать я вот постоянно делал постоянно на этих верхах у меня одно лишь напряжение никогда не чувствую легкости ну да это не это не хорошо хорошо я об этом и говорю я собственно говоря почему и записался потому что сам не вывожу у тебя ты ты как бы вывозишь надо определенные ноты потом ты просто не можешь сузить сильнее вот в этом проблема да и типа как бы это нужно практиковать на самом деле просто работать с этим и вся то есть прям по факту сидеть и тренировать тренировать звук сам звук по себе понимаешь дачи вот помимо этого я я предлагаю чтобы мы с тобой разобрали конь песню где как раз таки встречаются такие моменты высокие очень ну я пью еще вот это тоже ддт там высокий момент есть давай спою ты посмотришь давай 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 может он не сильно высокий как начало высокой как надежда не самой как надежда нелегка ну первый раз подъем ты справился с ним хорошо прям на пятерочку почти второй раз ты его закосячил конечно же потому что там пошла небольшая мелизматика во время вокализа этого всего там на нее даже наоборот должен быть проще потому что буква ей имеет все под собой спектр такой резонации хороший то есть она прям под собой резонацию имеет хорошую букву и то есть ты начинаешь с и краткого звука и краткий звук это мягкое небо мягкое небо это около носа то есть все вот эти резонации они должны тебе помогают наоборот находить эту ноту еще возможно я волнуюсь немного и поэтому так ты еще волноваться не должен господи и еще раз попробуй попробуй еще раз попробуй еще раз сейчас уже улетел смотрим то есть как бы у тебя вот в твоих октавах ты прям хорошо звучишь ну как не причесана ни разу да немножко так это по-пацански чисто знаешь а общажная гитара идет но в целом она хотя бы звучит она слушабельно вполне себе но стоит тебе подняться чуть выше это сказать порога определенного ты начинаешь плыть конкретно и это плавание обусловлено во первых тем что у тебя дыхалка не развита нифига как ни крути у нее у нас с ней проблемы я прям слышу их конкретные и дыхалка это не прям дыхалка не прям мышцы прям только одни не работают они не работают в совокупности совокупности с нашими связками то есть наши связки не умеют держать нужное нам напряжение у нас мышцы всегда почему-то то они находятся слишком напряженном состоянии то наоборот они не до конца отцомкнуты то есть это такой момент он несложный то есть это все отрабатывается с практики конечно же это просто пить надо больше на самом деле и она в принципе уже будет более-менее фиксится твоими же ушами твоим же мозгом так сказать это будет исправляться но как бы любом случае надо тренить много тренить что-то хотел сказать и забыл блин если я забыл суперсил ситуации а вот когда уходишь наверх короче говоря старайся не форсировать то есть попробуем пока с тобой позаниматься на вот этих высоких нотах на всех со средней громкостью понял да о чем я понял да о чем ты говоришь я когда так старался специально тихо тренировал и я даже не могу просто дойти до нее тихо очень я понимаю да 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 конечно на форсирование ты сможешь достать ноты выше чем обычно но проблема в том что форсирование не заменяет нормального пения ни разу да вот и типа будем с тобой тренинг высокие ноты и нам нужно наверное будет взять песню все-таки нету прям в это недостаточно нам высоких нот это ты возьмешь на форсирование в любом случае да хоть как-нибудь да возьмешь даже без форсирования если место потренируемся это эти ноты возьмешь нормально ничего страшного не будет и мы можем с тобой разобрать потом отдельно но касательно прям вот навыка твоего брать эти высокие ноты нужно взять песню чуть повыше и надо подумать какую на которой теперь можешь выйти наверх там немножко побежать и обратно не спуститься а может быть так соскучиться какой тональность в оригинальный ну как бы эта песня на класса она немножко тоже не подлетает сюда почему потому что эта песня на она сделана для того чтобы ты в припеве орнул немножко так прибавил газа так сказать добавил громкости вот поэтому смысл смысл учиться учиться на ней не форсировать если эта песня состоит из него образно выражая здесь надо поорать тут надо открыть голос и ты дано кстати достал ноту вполне себе без всякого труда то есть я тоже не вижу ее просто ну как бы не форсировать да да конечно ну примерно да да примерно да один фиг немножко еще все равно громковато но это нормально то есть учиться петь тихо это на самом деле сложнее всего вообще в вокале практически всего ладно прям взял сказал не подумав но это очень сложно то есть учиться петь тихо это прям вот это навык этот полноценный навык который нужно осваивать чтобы у тебя голос звучал и громко и тихо примерно с одинаковым количеством так сказать